Всем привет, всем добрый вечер, наши уважаемые рукодельницы и рукодельники. Мы рады приветствовать вас на нашей новой встрече, где мы будем с вами творить, рукодельничать и создавать новые шедевры. Но прежде чем мы с вами начнем, давайте проверим, как вы меня слышите, как вы меня видите, для того, чтобы вы не потеряли ни одного мгновения мастер-класса, ну и, конечно же, чтобы проверить, как у нас идут настройки для того, чтобы мы могли работать без проблем. Если вы меня сейчас слышите, то поставьте десятки, ну и видите, конечно же, тоже можете ставить десятки. Думаю, что мы уже в эфире, и поэтому всем еще раз добрый вечер. Друзья мои, прежде чем мы перейдем к мастер-классу, напомню о том, что вы находитесь на онлайн-ярмарке «Красота рукодельная» и непосредственно в конференции «Летние фантазии для женского образа». С вами сегодня Ирина Соколова и, конечно же, наш несравненный спикер. Большое спасибо вам за обратную связь. Я вижу, что мы в эфире, что прекрасно слышно и видно, и это замечательно. Давайте, друзья мои, немного вспомним о том, как проходят и какие условия прохождения вебинара на данной площадке. Во-первых, хочу напомнить о том, что в чате запрещены различные ссылки, картинки и вложения. Также хочу сказать, что если у вас что-то завис, получается, завис экран, пропал звук, пропало видео, то нажимаете на кнопку F5 на клавиатуре вашего компьютера, либо выходите из комнаты и заходите по той же самой ссылке. Записи сегодняшнего вебинара, сегодняшнего мастер-класса вы сможете просмотреть до завтрашнего дня, и будет это время доступно вам до 18 часов. Также есть возможность приобрести абсолютно все записи выступлений онлайн-ярмарки от красоты рукодельной, летней фантазии для женского образа по той ссылке, по которой приходит к вам в рассылку. Ну что ж, друзья мои, я сейчас с большим превеликим и простым удовольствием представлю вам нашего сегодняшнего спикера и прошу вас поприветствовать её восклицательными знаками в чате, потому как прямо сейчас для нас с вами будет выступать Елена Мерсанова. Уже для многих нет вообще необходимости говорить и рассказывать о том, кто она такая, что это за мастер, что за великолепный, я бы сказала, даже мастер, её направление и, конечно же, то, что она будет нам сегодня показывать. Тем не менее, хочу сказать о том, что мы сегодня будем творить великолепную красоту из фоамирана и делать кувшинку, царицу вод и цветок русалок. Прямо сейчас я передаю ей слово и всем желаю приятного творчества. Лена, я передаю микрофон. Добрый вечер. Я включаюсь. Так, пожалуйста, напишите, слышно ли меня и видно. Я вот себя вижу. Так, жду, когда будет написано. Ага, плюсики вижу. Пошли, значит, всё видно и слышно. Так, итак, сегодня, кстати, пятница 13-я. Надеюсь, вас это не пугает. Для меня, вот, допустим, 13-е число – это, наоборот, очень счастливый день и удачный. Поэтому я специально выбрала именно 13-е мая. Ну, на такой день, что на пятницу выпало, это неожиданно для меня. Я поняла это только сегодня, что сегодня пятница 13-я. Так, итак, я вам сейчас сразу вживую покажу, что мы сегодня будем делать. Это вот такая кувшинка. Именно не лотос мы сегодня будем делать, а именно кувшинку. Примерно, знаете, где она растёт? В Подмосковье. Вот именно вот такая вот. Немножечко вот бликует. На самом деле она поярче, более такая жёлтенькая. Вот, мы будем делать сам цветок и листик к нему. Так, теперь для тех, кто не знаком с моими работами, я включу сейчас презентацию. Итак, ну, все, я думаю, получили письма с описанием, что такое кувшинка, что это за цветок царицевод и цветок русалок. Он вообще считается, вот именно вот эта жёлтая русалка, магическим цветком и, в первую очередь, защитным. Так что, можно сказать, мы сегодня будем с вами делать оберег. Итак, давайте знакомиться. Меня зовут Елена Мирсанова. Мне 39 лет. Меньше, чем через месяц. Ой, вернее, чуть больше, чем через месяц. Мне будет уже 40. Такой довольно-таки большой юбилей. Правда, на 40 я себя, ну, никак не ощущаю. Так, я живу в городе Сухолок. Это недалеко от Екатеринбурга. Это на Урале. Вот я вам покажу несколько своих работ. Вот это буквально, можно сказать, сегодняшняя работа. Я её только сегодня сфотографировала. Погода у нас сегодня пасмурная. Дождь идёт. Поэтому вот немножко не хватает солнышка. Это роза. Она называется «Снежная королева». Видите, она такая подмороженная. Так, это у меня работа из зефирного фоамирана. Тут, кстати, сочетание смешанной техники. Кто у меня был, знает, что я работаю частенько в смешанной технике. Вот эти шишечки, допустим, у меня сделаны из силикона. Так, это такая утренняя композиция. Всё, видите, в России. Розы и гипсофила из зефирного фоамирана. Так, это немножечко такой экзотики. Вот такие вот экзотические цветочки и сочетание с гиперикумом. Это вот у меня тоже недавно совсем заказывали такую композицию роза. И вот такие вот заснеженные веточки. Это у меня из зефирный фоамиран. Такая нежная камелия. Тут вот, если видно, паучок такой. Он у меня нечаянно попал. Это настоящий паучок, живой. Пока я тут лазила по кустам, делала съемку, он у меня попал в кадр. Послужил моделью. Я его, конечно, потом тихонечко сдула, и он пошел по своим делам. Так, это вот такая веточка. Я потом из нее сделала по желанию клиентки брошь. Это синий головник с цветами мать и мачехи. Сочетание, видите, какое интересное. Фиолетового и желтого. Так, дальше уже идут работы моих учениц. Это я буду хвастаться. Вот, это такая ветка для волос. Тут различные цветочки, ромашки, васильки, ромашки вот разными цветами. Такая ветка удобна. Практически для любых причесок можно сделать, загибать, как хочется. Это розочки по моему мастер-классу. Так, это веточки смородины. Вот как раз смешанная техника. Силикон и фоамиран. Это тоже смешанная техника. Веточки такая вот малинка. Вот тоже получается по моим мастер-классам сделано. Так, это заколка. Это тут полностью силикон. Это вот Мария Бычкова. Уже видите, как по моему мастер-классу уже, как говорится, натренировалась. Ягодки получаются вот вообще обалденно такие аппетитные. Они, видите, даже отлично служат декором для каких-то фотосессий. Это тоже все вот. Так, это работа девочки-ученицы моей. Причем она сделала эти цветы математики буквально с первого раза. Это даже, это можно сказать, даже пробный вариант. И скажу сразу, отнюдь не хуже, чем у меня. Вот практически один в один получилось. Это веточка красной смородины. Дальше такие шишечки, которые очень полюбились многим. Плюс васильки. Роза. Веточка розы. Тут она присоединена на ободок. Вот. Это, кстати, мне прислали буквально вот на днях. Веточка вот таких красной смородины. По моему мастер-классу. Видите, как все ярко, аппетитненько. Так вообще отлично. И вот это вот Анна Ерофеева выставила по моему мастер-классу, по бамбуку. Вот тоже получилось вообще отлично. Так, это васильки и ромашки по моим мастер-классам. Вот это веточка смородины опять в той же смешанной технике уже на заколке. Плюс сплетение со всеми вот нюансами полностью сделано. Это уже целый букет. Тут различные веточки, листики, шишечки. Много всего. Все тоже по моим. Это веточка березы. Березы с бруненьками. Ну все. Я возвращаюсь к вам. Да, малинки, получается, вот прям слов нету. Аппетитные. Так, итак, в своих письмах, в рассылках вы получили уведомление о том, что от меня сегодня будет сюрприз. Какой сюрприз? Для самого активного участника будет подарок. Это любой из моих мастер-классов подарок лично от меня. Победителей я буду определять сама. Причем не по количеству комментариев в чате, а по качеству. Допустим, какие будут вопросы, какая заинтересованность. Вот это я буду все определить. Так, и давайте, девочки, не будем... Да, Ирина, ну что сделаешь-то? Давайте не будем обижаться, если кто-то почитает, что он был более активный, но не получил. Так как подарок может получить только один участник. Так, про сюрприз, про подарок всем понятно? Напишите, пожалуйста. И приступим к нашему мастер-классу. Так, я сразу же включу клеевой пистолет, так как для серединки я буду делать именно таким клеем, не секундным. Ну да, в любом случае, все вновь все выигрыши, потому что... Такой мастер-класс все равно от меня получите. Может быть, знаете, как письма перестали приходить, нужно подписываться все-таки на каждую конференцию отдельно, а не просто на красоту рукодельную. Так, ну что, начнем. Кто будет делать вместе со мной, пожалуйста, поставьте пятерочки. Чайки. Чтоб я знала и успевала с вами вместе делать. Нет, не плюсики, а пятерочки поставьте. Вижу, пятерочки пошли. Ага, очень хорошо. Ой, даже много-много-много пятерочек. Так. Я попросила приготовить фоамиран желтого цвета. Мила, ну что попытаетесь? Тут, в принципе, цветок несложный. Так, я его пока немножко уберу, чтобы он у меня немножко не мешал. Так, фоамиран нужен желтого цвета. Вот у меня немножко такой бледноватый, поэтому я его буду тонировать. Вот такой желтый фоамиран. Это иранский. Так, для серединки нам нужна фольга. Отрезаем кусочек фольги во всю длину. Сейчас я отрежу и скажу вам, сколько сантиметров нужно отрезать. Но я обычно делаю на глаз плюс-минус. Получается, как вы уже заметили, что я не люблю работать с шаблонами. Так, 12,5 шириной. Ну и, соответственно, длина стандартная рулонов таких 29 сантиметров. Спасибо, Наталья, за комплимент. Яркий, да, можно. Просто все равно, в любом случае, даже если он яркий, желтый фоамиран, лучше чуть-чуть все-таки его тонировать. Получаются более такие, знаете, переходики, и цветок становится более живой. Вот я отрезала. И сминаем его. Делаем шарик. Так, хорошенечко мнем его. Он у нас был плотненький. Вот у меня сразу формируется в виде капельки. По сути, получается, мы будем такую же капельку делать, как обычно делаем для розочек. но вверх будет не такой остренький. Так, я обычно затачиваю такие заготовочки прямо об стол. Они становятся более-таки ровнее. Ну и ручки не надо портить. Вот получается, с одной стороны я делаю конус такой вверху. И с обратной закругляю, чтобы было ровненько. Вот верхушечку и низ мы сделали. И теперь немножечко прокатаем эти боковинки. Загладим все углы. Углы нам не нужны, так как мы, когда фоамиран будем натягивать, нам все-таки не нужно, чтобы он был такой... Если шишечка вот эта вот будет у нас с острыми углами, то фоамиран просто порвется. Ложечкой отбивать. Я даже не знаю, как этой ложечкой отбивать. Даже такого ни разу не видела и не слышала. Вот, все я уже сделала. Нам нужно, чтобы... Для чего мы будем покрывать фоамираном? Чтобы у нас фольга, вот у нас голенькие там места все равно остаются в цветочке, чтобы у нас ничего это не проглядывало и было красиво. Да и на фоамиран потом легче все это клеить. Так, вот клеевой пистолет. Так, придется немножко все-таки подождать. Я его позновато включила. Еще чуть-чуть нужно, чтобы нагрелся. Так, по размеру капелька какая. Так, ширина получается почти где-то 1,7 в самом широком месте получается. и высота 2,2. Можете сделать, получится, может, чуть-чуть поменьше, может, чуть-чуть побольше. Яичко. Ну, яичко как-то можно, в принципе, пускай в этом форму яичко будет, только немножко верхний все-таки чуть-чуть поуже, чем у яичка, кончик. Кончик черенка берете ложку и постукиваете самой ложкой выпуклой стороной. А, вот прям вот так вот получается, да, наверное? Вот так. Ну, не знаю. Мне вот как-то... я с самого начала стала об стол вот так делать и мне так удобно. Так. Что-то я не подумала, пистолет поздновато включила. Так, так, так. Сейчас мы... Ну, уже немножко осталось, совсем чуть-чуть. Вот обтягивать серединку я все-таки стараюсь обычно с помощью клеевого пистолета, так как это делать удобнее. Так, а теперь я делаю фольга, обычная пищевая, да? Так, тут оторву лишнее, чтобы не мешалось. Видите, я делаю, обкатываю вот такие вот детальки прям с целого листа. Во-первых, получается меньше обрезков экономнее. Так. Берем, прикладываем тупой стороной, не остренькой. Мы будем обкатывать, потому что наоборот нас сверху будет потолще. Ой, верно, я не потолще, а заканчивать будем вверху. кладем на краешек. Смотрим, чтобы у нас обхватывалось. и немножечко вот прям ручками, вот у меня вот этот лист фоамирана попался, хоть и иранский, довольно-таки тоненький, поэтому нужно тут аккуратно быть. И вот прям пальчиком и кверху вот так вот подтягиваем фоамиран. Как бы натягиваем на заготовку. Нам самое главное, чтобы у нас вот в этом месте получилось ровненько, потому что тут у нас будет голенько. Немножечко можно покрутить, подзатянуть. Вот тут хоть у нас мальчинки получится, но все равно это все у нас закроется. и этого не будет видно. Без нагрева, да. Кстати, когда я натягиваю, никогда ничего не нагреваю, потому что все это можно натянуть тихонечко, осторожненько. А когда нагреваем, получается, все равно фоамиран немножечко грубеет. Вот получается, я обтянула. Теперь раскрываем, вытаскиваем нашу заготовочку. Теперь делаем наружу вот этот вот, то, что у нас натянулось, чашечку эту. И нам нужно чуть-чуть проклеить низ, самую серединку. Так, для этого я возьму обыкновенную иголочку, чтобы много клея не нанести. Так как у меня пистолет довольно-таки капризный, он может много вылить, много мне не нужно. Вот на низ, получается, я наношу и приклеиваю. чтобы вот этот низ у нас был немножечко проклеен с клеем. Почему мы так будем делать? Когда мы будем, получается, если не приклеить и просто обтянуть, мы тут будем отверстие делать для веточки, для литончика. и может просто фоамиран поехать и оставить голым фольгу. Нам это не нужно. Вот опять проверяем, как у нас все сидит. Все отлично. Раскрываем, теперь оставляем уже внутри. Раскрываем верхушечку и сюда наливаем клей. клеем наливаем не очень много. Так, не помню, он нагрелся умнее или нет. Не хочет вылазить. Вот. 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 так вот, полез. Так, сильно много не наливаем, что слишком много тоже нехорошо. И вот чем мне нравится клеевой минопистолет, такой клей, секундный клей схватывается махом. Такой пистолет немножко с таким клеем можно немножечко вот повозиться тут, где-то что-то подтянуть. Вот. И немножко поподкрутим. Получается, мы приклеиваем. Добрый вечер всем, кто еще присоединяется. И отрезаем. так как это иранский, поэтому морщинки остались довольно-таки ощутимые. Вот видите, получается у нас как бы бахрома. Мы сейчас просто подклеим и все. сейчас подклеим, и остаточки неровности всякие, не очень красивости мы просто обрежем. Вот это вот лишнее, так как слишком толстовато получается. так делаем, чтобы была у нас вот эта верхушечка ровно по отношению к низу. Вот эта площадочка. Вот у нас получилась сверху плоская такая площадка. Мы на нее будем делать как он называется, пистик. Так, ну вот, а, нет, клеевой пистолет мы еще пока не выключаем. Сейчас мы вот сделаем внизу литончик, приделаем и тогда так. Елена, в смысле фоамиран порвался. Пока вы делали, ну, просто вытащите вот эту заготовочку и по новой сделайте. Скрученные обрезки, куда вы потом используете. Ну, вот совсем вот эти вот маленькие обрезки по-разному если честно, я не совсем поняла вопрос на скрученных обрезков. Или вы имеете ввиду, что вот то, что осталось вот это вот спорщенное, я это все потом вот раздвинула, все, и у меня опять готовый листочек. Я опять использую дальше. Просто обрезков меньше получается. Так, теперь будем садить на литончик. Вот у меня литончик. литончик, обыкновенная проволока, это у меня наверное я покупала вроде 28. Так, сейчас подождите, я забыла бокорезы взять, плоскогубцы и бокорезы. каждый раз вроде готовишься, а что-нибудь забываешь. Так, на кончике я всегда делаю петельку небольшую для крепления. Чтоб лучше держалась, никуда потом не убежал. Так, дальше, в самом низу протыкаем отверстие. Если вы будете использовать именно клеевой пистолет, то отверстие можно немножечко побольше сделать. Если секундный клей, то отверстие совсем небольшое, впритык прям вот к литончику, который вы будете засовывать. А тут более свободно получается. Так, кончик я обмакиваю в клей и засовываю. И тут же, пока у меня клей не застыл, я обжимаю вокруг литончика теми же ножницами можно. это нужно для того, чтобы потом все крепко держалось и не оторвалось ничего. Убираем излишки клея. Вот, у меня вообще очень хорошо все схватилось. нагревательная. нагревательная, да, она получается, потом обрезки такие, они еще не очень хорошие. мне уже много раз говорили, что я стараюсь все экономично использовать. Ну, а почему бы так не сделать, если так можно? Так, вот я сделала литончик. Я обрезаю сколько мне нужно, так как я не буду делать большие такие композиции, вот у меня видите, тут небольшие совсем цветочки. Я из них потом хочу сделать украшение. Допустим, заколку. Можно на ободок сделать. Так, девочки, если кто будет приделывать просто сами цветочки без литончика, то тогда просто сделайте вниз зубочистку, потом обрежете ее и все. Так, ну все, клеевой пистолет я выключаю. Я им больше сегодня пользоваться уже не буду. А вы смотрите по-вашему как дальше вы будете смотреть, чем клеить. Так, теперь нам нужна тонировка. Вот у меня раз бледный, я буду тонировать, вот у меня сухая пастель более темного цвета. так, чтобы не засушивать салфетки, мы сразу с вами сделаем вот эти вот, как бы, я не знаю даже как это называется, тычинки или что это вот вокруг внутренности. для этого нам нужна полоска фоамирана того же желтого шириной ну, вот у меня 1,8 можно 2 сантиметра. Длина какая должна быть. Вот берете вашу шишечку и оборачиваете вокруг 2 раза. Ну, вот у меня, допустим, получится длина 12 миллиметров. Бахрома, ну, я вот знаю, как это, это, наверное, скорее всего, тычинки такие кувшинки. Так, и теперь будем, вот мы полосочку отрезали такую, и теперь нам с обоих сторон ее нужно общипать. Вот просто берем и мелко-мелко ногтями общипываем. Кусочечки оторваем. Видите, получается, она такая вот неровная. Я все это все равно немного делаю с запасиком. Лучше пускай у меня останется, чем не хватит. Вот получается, я кусочки общипываю. Так, как общипывать, понятно? Так, какой самый лучший цветок? А, какой самый любимый цветок? Так, у вас буковками такими написано, сейчас прочитаю. Так, красоту. Так, Какую планирую, как делать? Кто вдохновляет? Ой, даже не знаю, кто меня вдохновляет, оно само в голову приходит. А какой любимый цветок? я вообще очень люблю желтые розы. А так, чтобы совсем были прям любимые-любимые, таких цветов нету. У меня я могу сегодня захотеть одно делать, завтра другое. так, вот видите, я общипываю с обеих сторон. Так, если нет ногтей, тогда плохо. Фигурными ножницами нет. Вот именно что, тут приходится делать вручную, так как когда фигурными ножницами обрезаешь, край получается все равно толстенький. А так получается, мы еще заодно и истончаем. Если нет ногтей, тогда берите пинцет, то же самое пинцетом делайте. Да, что такое не делать с фоамираном, еще и щипают до его бедненького. Как над ним только не издеваются. И греют, и скручивают. Так. вот Мария, если честно, если вы хотите получить нежные такие плавные переходы, тогда лучше пользоваться пастелью. Акриловые краски, акриловыми красками редко получается такой эффект. Вообще лучше начинать, конечно, с пастели. так, вот я общипала с обеих сторон. Я сделала чуть побольше полосочку. Так, мышцы. Так, из зефирного фоамирана делать или комбинировать фоамиранский и зефирный. Ну вот, допустим, обкатывать можете зефирку взять. Тогда вот этих вот полосочек не будет. Зефирка все-таки намного лучше это делает. Вот. А лепестки, чтобы делать, ну, зависит от того, какой вы способом пользуетесь для зефирки. Так, теперь нарезаем. Так, смотрим, с какой стороны у нас более общипано, более неровно. С той стороны будем резать. Нарезаем, делаем такие полосочки. Так, сейчас скажу. Так, ширина где-то 3-4 миллиметра вот этих полосочек и не доходя до края. Ну, тут получается 4 миллиметра. Для акрила нет, не обязательно использовать, чтобы были художественные способности. Совсем не обязательно. Так, какую пастель лучше использовать? Ну, если вы хотите плавные переходы, тогда лучше сухую. плавные и нежные такие, чтобы были оттенки, тогда лучше сухая. А если более яркая, тогда масляная пастель. Ну, что все-таки масляная пастель, она растушевывается хуже, чем сухая. Вот я масляную люблю использовать для листиков. Она не закрашивает прожилки, и удобно пользоваться. И потом, если покрывать лаком, то лак на водной основе, он сухую пастель, он все-таки немного смазывает, а масляную нет. я режу, как видите, на глаз. Пускай одни какие-то тычиночки будут потолще, какие-то поуже. так. Да, если мажется пастель. фоамиран, ну вот, кстати, когда именно не, вы, видимо, рисуете именно вот, какие-то более насыщенные, поэтому она мажется. А если растушевывать именно, тогда она потом совсем не мажется. так, теперь будем тонировать. Сразу подтонируем вот этот наш шарик. Если у вас яркий фоамиран, то серединку тонировать не обязательно. Будете тонировать только лепесточки. Ну, у меня вот такой цвет бледненький, поэтому я буду его тонировать обязательно. пастель для ткани. Ой, я даже не знаю. Я вот покупаю. Какая пастель попадется, такую и покупаю. Я даже не знаю, для чего она предназначена, но обычно вроде идет для рисования. Так. Масляными красками тонирую. Да, тонирую. Я пробовала, но у меня вот не хватает терпения, они долго сохнут. Масляные краски. И мне не нравится ужасно, как они пахнут. Поэтому я попробовала, не стала делать. Просто у каждого свои способы все равно. Так. Вот я эту верхушечку подтонировала. Теперь берем зубочистку. и нам нужно сделать с одной стороны, вот на этом нашем заборчике, полосочки на каждой вот на каждой этой тычиночке по две штучки. Две, может, где-то у вас три влезет. Вот прям так вот такие полосочки надавливаем. пусть немножечко кривенько будет. Получается, мы придаем такой рельеф небольшой, как вот на настоящих. Я их разглядывала через интернет всякие фотографии, смотрела. Каких как. И вот в основном на всех вот такие вот. Зубочистка должна быть острая. для того, чтобы мы вот сейчас будем еще на утюге обрабатывать, чтобы немного они все-таки остались. так, девочки, все успеваете? вроде мы сегодня должны уложиться, а то у меня обычно вебинары всегда выходят почему-то больше двух часов. Не укладываюсь. Светлана, очень хорошо, есть кого попросить. Маникюруем ножницы кончиком. Не знаю, не пробовала. Но вот я обязательно щипаю именно для того, чтобы кончики у них были тоненькие. Так, и теперь тонируем. даже у кого яркий фоамиран, все равно кончики вот этого заборчика нам нужно обязательно подтонировать, чтобы был небольшой переходик. Это мы сейчас тонируем желтой пастелью и чуть-чуть нужно будет добавить коричневое именно с лицевой стороны. Вот видите, я тонирую получается у меня краешки сами темнее, чем низ. Поярче. Акварельными красками или карандашами. Пробовала бледно. лепесточки убегают из-под зубочистки. Ну, вы так сильно-то не давите тогда уж. Тенями иногда можно, особенно, когда нужно придать такой некоторый даже блеск какой-то румянами. Они все равно идут в основном всплеском немножко. Как смешивать сухую пастель? Ну, я видела, девочки берут, настругивают ее и смешивают. Ну, я вот не люблю стругать. Вот сейчас, кстати, как смешивать, я вам покажу на лепесточках. как получится из разных цветов. Третий цвет, другой. Так, вот с обратной стороны, где мы не делали прожилочки, я буду тонировать только верхушку. Низ совсем не тонируется, так как будет тут, этим местом все равно будем приклеивать, все равно не будет видно. я что-то наврала, мы с той стороны будем приклеивать. Ну, значит, подтонируем с обоих сторон. Так, теперь делаем опять на лицевую сторону и чуть-чуть подтонируем коричневой пастелью. Ну, вот у меня сухую я не взяла, коричневую я взяла масляную. Ну, какая попалась просто под руки. Так, какой самый интересный интересный заказ? Какой цветок делать первую? Ой! видо у вас никак не делается на русский. Тут так читать сложно. Делать какой цветок делать? Первый было трудно. Какой интересный был заказ? Столько заказов, много было. ну, это самое интересное были, конечно, не по фоамирану, вот я так считаю, а по бересте все-таки. Потому что были такие шикарные заказы. Так, теперь смотрите, мы вот у меня тут жестковатая, не мягкая пастель, поэтому я могу вот немножечко даже нажимать приходится для того, чтобы подтонировать. Мне нужны немножечко сделать полосочки, как бы в некоторых местах, не полностью, а чуть-чуть совсем на литевой части. Просто я специально, видите, взяла вот такой коричневый, он такой скорее даже чуть-чуть красна, ярко так он насыщенно коричневый, у меня сухая побледнее. Вот видите, просто в некоторых местах я немножечко совсем сделала как бы полосочки коричневые, чуть-чуть совсем. думаю, на экране видно. Так. Заменить коричневую пастель. Так, ну что можно у нас разбавить? можете найти как сделать немножко зелененьким вместо коричневого. когда тонируешь, надавливают на фоамиран. ну немножечко да, получается все равно надавливание есть, поэтому лучше растушевывается. На готовом цветке серединка гладкая, а в том, который делаете, серединка другая. но они по-разному разные бывают. вот я вначале фотографию показывала, там именно серединка ребристая такая вот она. всякие бывают. Заборчик в трапинку. Ну да, можно сказать, даже не в трапинку, а немножечко в полосочку получился такой. Так, это я затонировала. Сухой пастылью слабо тонирую. так, если пистолет прицепился, забор порвался, ничего страшного, потом будете приклеивать его кусочками. Это не будет видно, так как заборчик у нас будет скрюченный. так. Сухой, ну, у вас, видите, как, Татьяна, зависит от того, каким цветом у вас все-таки фоамиран. Вот у меня бледненький, у меня очень хорошо видно, сухой пастель тонируется. если у вас пастель все-таки яркий, возьмите тогда, если у вас есть ярко-желтая масляная пастель, тогда кончики подтонируйте масляной, будет поярче. Так, вот я утюг включила, он у меня уже нагрелся, и мы будем прикладывать к фоамирану утюгу нашу полоску с заборчиком изнаночной стороной. скрюченный изоборчик, он и будет у нас скрюченный. Я вот специально даже для того, чтобы он был у меня скрюченный, я его сейчас буду нагревать. Прикладываю, получается, не вот этим, не самым низом, а вот только вот эти вот сами штакетинки. Где-то немножечко можно ручками подогнуть. Видите, он довольно-таки сильно у меня загнулся. оттенков. Оттенков. Прикладываю. Ну, Елена, вы потом можете посмотреть, в записи еще будет. Кстати, спрашивали про вдохновение. Частенько бывает, вот я, допустим, выхожу гулять, у нас тут частный сектор, особенно сейчас. Так, все, утюг я отключаю. Он мне пока не нужен, чтобы он тут у меня не пикал. Вот видите, я загнула, довольно таки скрючено. Уже ночь, у кого-то ночь, да. Да, Татьяна, если бледный фон, то вот видите, у меня какой яркий карандашик желтого фоамирана. Лучше поярче, чтобы было. Так, это мы приготовили. Сейчас мы сразу приготовим все детальки, а потом уже будем склеивать. Так, теперь берем опять фоамиран. Ну, вот у меня тут кусочек был какой-то обгрызок отрезанный. Мы сделаем... Вырежем вот как раз вот этот вот верхушечку для нашей коробочки. Так, вырезаем диаметром 2 сантиметра. Ну, я как обычно вырезаю на глаз кружочек. Он не должен быть прям идеально ровненький, потому что мы будем сейчас резать. Ну, вот у меня получилось даже 2 с кусочком. Сейчас я его чуть-чуть подрежу, чтобы он... Не больше, чем 2,2. Да, да, да. Получается, я вот хожу по, как говорится, по полисадникам, можно сказать, везде заглядываю, где что есть. Ну, и частенько у меня бывает ночью ложусь спать. У меня начинает муза просыпаться, и в голову что-нибудь... Ничего себе, у вас снег валит. У нас уже все цветет, черемуха зацвела, такой запах на улице. Так, теперь нам нужно для того, чтобы у нас ровненький вот этот вот цветочек как бы внутри получился, можно, конечно, если у вас есть дырокол, где-то 2 сантиметра плюс-минус там чуть-чуть. Вот есть такие вот, как солнышки, они... много-много у них лучиков. Тогда можете просто один вырубить, и все. У меня такого дырокола нет, поэтому будем делать вручную. Расчерчиваем наш кружочек. Сначала на 4 части. Потом каждую часть пополам. Потом еще пополам. И еще каждую частичку еще раз пополам. У нас получится много-много таких... ...полосочек. Мы как бы делаем такую маленькую мини-ромашку. У нас получится тут где-то... Так, если умножить... Раз, два, три... Три, четыре... Где-то 16 получится этих лепесточков. Татьяна, ну это... Это нормально, так и должно быть. Так, теперь вот получается мы по нашим... ...этим насечкам будем нарезать цветочек. Не дорезая до серединки. Насколько это возможно. Сразу, видите, получается я делаю... Не просто разрезаю каждый, а сразу немножечко закруглением, чтобы было вот... С серединки лепестка закругление делаю... ...и по прямой линии вверх идет. Елена, ну это же очень хорошо, когда не отличить. Это вот так же у меня был... ...когда я сделала вот этот бамбук... ...выставила в группах по рукоделию. И у меня многие пишут... ...а вы отводки продаете. Вот, получается, вот мы сделали такой, можно сказать, мелкий пропеллер. Полукругом. Да, внизу получается, вот самым внизу, лепесточка на кончике, небольшое закругление и по полосочке, которую мы резали в серединку. Теперь переворачиваем наоборот и будем обрезать только вот... ...у каждого лепесточка делать закругление. Вот видите, получается, теперь вот в серединке вот такие... ...лепесточки. Так, тут будьте осторожны, потому что очень легко... ...мелкое то, что... ...очень легко порезать... ...следующий лепесток... ...разрезать, как говорится, его. И будет потом смотреться не очень красиво. Так, вот у меня получилась, видите, такая лохматенькая ромашка. Это хорошо, что у нас тут много таких деталек, не нужно резать мелких. Так, ее нужно подтонировать. В принципе, можно было круг подтонировать сразу. Но вот, если честно, я опять забыла. Так. Берем опять пастель. И тонирую прям просто наш цветочек с обоих сторон. И в серединке стараемся сделать поярче, чтобы серединка... Но можно, если честно, будет прямо на... ...когда уже приклеим, на самой цветочке еще подтонировать. Вот, получился такой яркий цветочек. Елена, ну, если вам так это удобно делать, то, конечно, тогда ножницами делайте. Так, опять включаю утюг. Да, что-то я забыла, что мне понадобится, взяла, отключила. Ну, не страшно. Так, еще нам нужно будет... Еще одна деталька, которую мы будем прогревать на утюге. Это вот, получается, вот внутри кувшинки есть вот такие внизу лепесточки мелкие. Их нужно делать обязательно, так как они есть на всех кувшинках. Для этого нам нужно вырезать круг. Круг диаметром 4-4,5 сантиметра. Вот я обычно использую циркуль. Вот у меня такой циркуль. Вот, если вы работаете с фоамираном, вот, все-таки советую купить такой вот, чтобы с обоих сторон были зубчики, иголочки. Им очень удобно пользоваться. Так, делаем. Ну, я вот радиус делаю 2,2. Вот видите, получается, то, что я тут оборвала, мы это используем. Если бы мы отрезали бы квадратик, у нас бы этого кусочка уже не было. Так мы сэкономим опять. И вырезаем кружочек. Ну, это я так же гуляю. С одной стороны, приятное и с полезным. Я тут недавно сорвала тоже одуванчик и ходила его рассматривала. У меня соседи спрашивают, а ты что с цветочком ходишь? Я говорю, надо. Так. Вот я кружочек этот вырезала. Теперь его нужно нам тоже расчертить. Чертим на начало на четыре части. Вот я расчертила. Теперь нам нужно постараться каждую часть сразу же разрезать не пополам, а на... ой, 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 как хорошо, что теперь мне не надо читать. На кириллице, конечно, лучше все читается. Так, ношу ли я свои украшения? Да, вот я вчера в город ездила. Я одевала... У меня такая роза, я люблю желтый цвет. Такая большая роза с листиками. Просто сделала хвост. У меня волосы длинные. Я сделала хвост. И сбоку, как бы, не совсем на резинку, а немного на голову, получается, перекрепила просто такую веточку. Шпильками. Все, конечно, обращали внимание, потому что роза довольно-таки такая яркая, ярко-желтая с салатовым цветом. Так, вот, получается, я сделала. У меня вышло... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, двенадцать. Тонировать круг можно, да, можете сразу подтонировать. Ну, я обычно, знаете, почему после тонирую? Потому что тогда прожилочки тоже тонируются, краешки. Поэтому после обычно. Так, у меня получилось двенадцать лепестков по всему кругу. Теперь мы будем опять точно так же вырезать, как мы вырезали маленькую, только у нас будут лепестки такие, уже не с острыми кончиками, а такие округлые. Как бы такие толстенькие. Сразу говорю, вот эти лепестки не должны быть одинаковые все. Если вы немножечко, как говорится, где-то толще сделали, где-то тоньше, очень хорошо, это еще лучше смотрится. Вот, как обычно, с одной стороны нарезали, перевернули и срезаем уголки. Вот получились, как у ромашек, только более такие вот не заостренные они. Должны быть как-нибудь, как бы кругленькие чуть-чуть. А вот тут тоже будьте осторожны, что можно порезать нечаянно следующий лепесток, если его не отодвигать. Я вот несколько раз так резала. Сейчас не тороплюсь. Вот, опять мы сделали ромашку. Теперь только такую жирненькую, пухленькую. Да, получается, сначала мы делили на 4 части, а потом каждую часть еще на 3. Так, так, так. Потеряла салфетку. Сейчас будем тонировать. Так, сейчас подождите. Так, дело в том, что у меня салфетка немножко подсохла. А я как человек экономный не собираюсь следующую брать. Я поступаю каким образом? Вот у меня такая крышечка. Я наливаю в нее немножко водички. и буду там салфетку просто мочить. И все. А то, получается, видите, я тут салфетку замарала всего чуть-чуть. Буду же ее выкидывать после этого. Вот мочу, немножечко обжимаю, чтобы было не так прям сыро. И дальше работаю с ней. Как говорится, экономика должна быть экономной. Тонируем. Девочки, даже если у вас яркий фоамиран, краешки все равно подтонируйте. все равно будет небольшой переходик. И он будет потом все равно заметен. В самом цветочке цветочек будет более живой. Ну, можно отрезать. Ну, я как-то вот привыкла так делать. Все. И мне больше нравится вот иногда салфетки, когда они новые, они вроде достаточно мокрые. Но когда пачка уже открыта, все равно туда-сюда делаешь, они быстро подсыхают. И мне вот не хватает влажности. Так, и теперь берем опять масляную пастель. Нам немножечко тут нужно подтонировать. Если у вас сухая, то сухую берите. Немножко подтонировать коричневым. Вот тут у меня получается салфетка высохла, и я могу с ее помощью тонировать теперь. Тонируем как бы чуть-чуть от серединки к краешкам. Совсем немножечко. Нам нужно придать, можно сказать, тень. Тонируем только с одной стороны. У нас это будет серединка. Чуть-чуть совсем, немножко. Где-то до середины лепесточков не больше. Если у кого нету коричневой пастель, можете немножко зелененькое подтонировать. Чуть-чуть только совсем. Вот, я думаю, видно. как я отношусь к критике? Очень хорошо я отношусь, потому что когда слишком много хвалят, это становится подозрительным. Критика обязательно нужна. Какое у меня заветное желание в дальнейшем в творчестве? Если честно, я об этом не думала. Вот именно, чтобы заветное желание именно в творчестве. У меня есть не мечта, у меня есть план, как с помощью моего творчества воплотить мою цель в жизни получается, я хочу построить дом. И, как говорится, иду к этому. Как говорится, верной дороги, дети, товарищи. И творчество, вот именно, что рукоделие, мне в этом очень хорошо помогает. Да, Марина, это же очень хорошо, что получились такие герберы. Кстати, так, почему мне не отправили фотографию? Так, сейчас вот мы изогнем, а то у нас время-то идет, а то мы болтать-то болтаем, а ничего не делаем. Так, теперь нам нужно загнуть вот эти лепесточки, чтобы у нас были вот как бы вовнутрь, они смотрели. Поэтому прикладываем нашу вот эту заготовочку, но только лепесточками по половинке всего, лицевой стороной. Вот получается вот и немного совсем, чтобы чуть-чуть они загнулись, форму приобрели. Это, знаете, для чего? Для того, чтобы не использовать бульки. Для того, чтобы закруглить немножечко лепесточек. вот видите, получается как. Так, и сразу мы обработаем серединку, которую мы делали. Ее просто прикладываем к утюгу, ой, сразу отскочил, не захотел. Прикладываем к утюгу и прям держим, чтобы у нас немножко съежился. вот вот получилась такая серединка. Она чашечка получится. Примеряем ее сразу на эту площадочку, которая будет. Вот очень хорошо получилось. Нам надо, чтобы вот эта площадочка верхняя у нас закрылась и вот эти немножечко смотрели вниз. если у вас слишком большая, еще чуть-чуть подогрейте, оно еще съежится, будет меньше. Потому что площадки могут получиться разные все-таки. Так, ну все, утюг я убираю совсем, он больше нам не нужен. Теперь мы будем собирать вот эти все запчасти наши. Так. Марина, давайте фоточку. Так, 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 я не успела вопросы читать. Так, какие виды творчества я умею? Я еще работаю с берестой, с силиконом. в недавнее времени работал с эпоксидной смолой, но сейчас перестала по некоторым причинам. Ирина, спасибо. Да, цель у меня вот такая в жизни. Любимый нагревательный инструмент при работе с фоамираном зажигалка. Что именно можно сделать с помощью зажигалки? Вот эти загнуть. Ну, если честно, я пробовала не очень удобно. Но у тебя как-то побыстрее получается это все. Работы какого мастера вам нравятся больше всего или ближе к вам по вкусу. Это я не скажу у всех, потому что абсолютно все разное и каких-то особых вот привилегий у какого-то мастера у меня нет. Все делают по-разному. У каждого своя манера. Нельзя сказать. Так, теперь я буду использовать секундный клей. Вот я взяла космофен, так как опять забыла сходить купить. Вот такой обычный монолит. Цветы, цветы. Так, ага, Оля, вот это отлично, все догнали. Все, теперь продолжаем дальше. Будем собирать. цветы только делаю или сувениры из фоамирана. Ну, как-то, знаете, у меня вот самым большим спросом все-таки пользуются украшения из фоамирана. Я делаю сразу веточку, универсальную такую, можно сказать, и потом по желанию клиента делаю любое крепление на него. И все. Так, вот получается, клеем мажем верхушечку, площадку нашу, вот эту верхнюю, и приклеиваем на нее вот этот вот цветочек, который у нас получился. Главное, чтобы у нас так вот закрылось это все. Что-то у меня немножечко на бок чуть-чуть получилось, но ничего страшненького. Вот так поправили. Теперь хорошо. Вот. Теперь будем клеить заборчик. Получается, вот заборчик мы будем клеить чуть пониже, чем вот этот цветочек. Вот таким образом. В круговую. Вот видите, у нас получаются эти тычинки пока загибаются в сторону. Для чего мы тут не щипали? Для того, чтобы у нас был тут более плавный переход. Ну и на тычинки на этих я на коробочках смотрела. Там тоже какие-то такие неровности интересные. Получается, мы приклеим в том месте, где у нас начинает загибаться вот к серединке. так. Бывает, что просит продать на улице. Было такое, но чаще всего просто, во-первых, меня многие тут знают, просто напрашивается домой или берут номер телефона и мы договариваемся. Да, бывает такое. Так, аллергия на космофен. Вот у меня тоже некая аллергия на и на секундный клей, и на космофен. Но у меня по сравнению с некоторыми девочками у меня все-таки получается в легкой форме. Немножко иногда чихаю, чуть-чуть, и утром нос забивает, больше ничего нет. Можно, можете клеить клеевым пистолетом, только делайте все по чуть-чуть аккуратненько, чтобы клей не вылазил. И все. Тут можно использовать горячий клей. Так, что-то я думаю, почему я себя не вижу, сама вниз пролистала чата, и картинка у меня убежала. Так, пара слов, что за работа с силиконом, силикон это вот силиконовый герметик, из него можно делать много-много всяких интересных штучек. Мне силикон чем нравится, он очень практичный. Ну, из него вот те же ягодки получаются вот прям настоящие, натуральные. Так, что-то немножко разбежалось. Нужно поклеить на два слоя. Ну, ладно, я уже доклею до конца. Немножко тут длиннее будет, чем нужно. наклеивается один на другой получается. И он как бы идет из-под низу каждого. Коробочка похожа на коробочку мака, да, довольно-таки похоже. Только немножко точинки другие и нету вот этого цветочка снизу не будет. Так. Светлана, да, я вообще люблю так-то выступать на таких конференциях. Правда, конечно, морального, моральных сил уходит довольно-таки много. Потом я обычно не могу очень долго заснуть после такого выступления. Так, теперь пока мы еще не будем этот цветочек делать. А нет, вообще-то мы его сейчас делаем, а потом утолщим ствол сразу. Вот получается протыкаем в серединке. Просто я тут немножечко по-другому делала и немножко там помучилась. А мы сейчас делаем с вами проще. просто просто его одеваем и подклеим. чтобы у нас лепесточки получаются остались топорщицы как бы в сторону. Вот видите, получается они немножко по-разному смотрят не на одном уровне, какие-то ниже, какие-то выше. Вообще классно получается так. Ничего страшного, кто опоздал, потом посмотрите в записи. Так. На второй круг выходить. Так, не совсем поняла вопрос про круг. Так, Инна, как без этого-то? Мы же делаем все-таки это флористика, это цветы, они должны быть как настоящие. А иначе зачем вообще тогда все это делать? Так, теперь мы будем утолщать ствол. Видите, он у этого цветочка он довольно-таки толстенький. Берем экономичный вариант. Я попросила вас приготовить туалетную бумагу или бумажное полотенце. Нарезаем полосочками. Ну, вот я где-то режу тут сантиметров по по 60 получается длиной такие полоски удобнее. Ширина 2 сантиметра полосочки. Самый экономичный вариант утолщения ствола. И вдобавок можно утолщить сколько нам нужно. И просто берем и обматываем туалетной бумагой ствол. Так, что-то не хочет прихватываться. Вот, прихотелось. ну да, этот цветочек очень такой, он сам по себе яркий, желтенький. утолщаем вот таким способом. Видите, еще тоненько, недостаточно, значит, идем обратно и обкручиваем дальше. Уже получилось потолще, но мне вот кажется, еще маловато. Так, вверху немножечко прокрутим, чтобы у нас тут было одинаково и возвращаемся опять вниз. как видите, я ничего не подклеиваю, так как немножечко накручиваю, чтобы было не слабенько, а так туговато. Тут внизу, видите, я оставляю для крепления потом на что-нибудь, не полностью, не до конца проматываю. Если вы будете делать вот такие цветочки для там для букетов, для интерьерных каких-то композиций, тогда, конечно, проматывайте до конца, чтобы у вас тут было аккуратненько. Креп бумага, но она дорогая получается по сравнению с туалетной бумагой. Так, куда потом такую кувшинку использовать? Нет, почему? Она, кстати, на ободок она получается, сейчас я вам скажу, высотой всего даже трех сантиметров нету. Она шириной получается меньше, чем розочки даже, если вот просто на ободок использовать. Они не будут сильно торчать без веточки, вот без стебля, если делать на ободок. потом, куда еще можно? В качестве можно, вот я хочу сделать заколку, именно получится у меня вот так вот. Я загну, конечно, ее, и еще, наверное, две штуки приделаю, получается, листики, такая большая объемная заколка получится. Так. Вообще, тут вариантов уйма. Так. Так, но у нас время немножечко поджимает, поэтому, девочки, если вы будете делать для интерьерных особенно композиций, вот так закрепили бумагу, промазывайте клеем ПВА и оставляйте просушиваться. И только потом сверху покрывать тейп-лентой. Но у нас времени маловато, и я буду делать все-таки на заколку. И у меня небольшая, все-таки небольшой цветочек будет хорошо крепиться. Я беру тейп-ленту, вот у меня такая довольно-таки светлая, я ее буду потом немножко тонировать. Начинаю накручивать с того места, где у меня закончилась бумага. Так как все равно я буду закручивать на два раза. Все-таки тут бумага внизу она сначала будет просвечивать, поэтому лучше сделать на два раза. так. Куда еще такие кувшинки можно использовать? Для декора каких-нибудь рамочек вот делают. Потом интерьерные композиции можно сделать. знаете, кстати, классно смотрится такой домашний водопадик и по краям такие кувшинки. Этот же фоамиран можно и в воду опустить, ему ничего не будет. Единственное, тонировка может немножечко как бы пострадать. Но тогда просто не тонируйте ничем, подбирайте цвета. и можете спокойно опустить такие кувшинки в воду. Вот они, куда можно. Говорю, что этот цветок, этот магический цветок, он идет как оберег вообще. Особенно если вы его сделаете с душой, тогда вообще отлично. И он, кстати, будет отлично работать как оберег именно. Так, ну вот я на два раза замотала. Вот получилась, видите, такая у нас толстенькая. Так, все, эта мне такая больше цвета не нужна будет. Нужна будет только для листика, другая немножко ярче. теперь мы сделаем лепесточки. Лепесточки будем делать гель с имитацией воды. Кстати, тут тонировки ничего не будет, потому что он довольно-таки быстро этот гель застывает и абсолютно ничего не будет вот этим цветочком. Так, я отрезаю сейчас полоску фоамирана шириной три с половиной сантиметра. кто у меня был на других выступлениях видели, что я не пользуюсь ножницами для отрезания полосок, а использую линейку и канцелярский ножик обыкновенный. Вот я уже знаю, сколько у меня по этой линейке, мне сколько нужно отмерять. Поэтому я даже не отчерчиваю. Так, ну вот полностью я отрезать не буду, пускай у меня прям тут опять же экономлю, прям тут болтается, и я сразу нарежу квадратики. Мне нужно пять штук. Отрезаю на глаз примерно, ну пускай там миллиметр плюс-минус будет шириной. Нам же не нужны идеальные прям лепесточки, так как это получается уже шаблонное, это уже не совсем живое. И обрезаем, как мы обычно делаем на розочке, с трех сторон. закругляем получаются краешки. Конечно, если вот не отвлекаться и не болтать, этот цветочек можно легко сделать за час. тут размер у меня цветочка получается не очень большой, сейчас скажу в диаметре сколько, вот вышна меньше трех сантиметров, а в диаметре пять. Если вы хотите сделать побольше размером, то просто увеличите все выкрытия. Так, ширина квадлятика три с половиной сантиметра. Ширина и высота. Так. Сколько стоит вход в закрытую группу? Купить возможности нет? Ну, это давайте не будем сейчас это обсуждать, а после вебинара. Так, спрашивают, насколько удалось приблизиться к мечте? Ну, на 10% точно. не люблю загадывать просто. Так, тонируем. Тут, если даже у вас очень яркий, все равно немножко все-таки, да, опять же, повторюсь, чтобы краешки тоже подтонируете. Обязательно. Я буду тонировать полностью, так как у меня бледненький такой фоамиран. Я, кстати, специально у меня есть ярко-желтый, но я специально не стала его брать, потому что так получается интереснее, когда тонируешь. Цветы получаются более живые. Вот, жалко, вот экран не передает особой яркости, цветочек получился такой живой. Я вот завтра-последавтра фотографии сделаю и выставлю. Как раз, кстати, в группе красоты рукодельной можете посмотреть. Выкройки нет, их не было. Я очень редко пользуюсь шаблонами, очень редко, крайне. в основном все делаю сразу же. Ну, какие тут особые выкройки-то? Полосочки отрезать. Для этого зачем выкройки? Так, вот с одной стороны затонировала. Пока, видите, я тонировала, этот у меня первый немножко подсох. девушки, ответьте мне, а кто верит в... Вот сегодня пятница 13-я, кто верит в различные суеверия? Как вообще думаете, что такое суеверие? вообще стоит ли идти у них на поводу? Вот допустим, я лично считаю, что суеверия работают вот эти все только у тех, кто в них верит. И каждому суеверию есть обыкновенное научное объяснение. Ну, единственное, кроме черной кошки, я не могу объяснить. Так, вот я затонировала, теперь будем делать, вот как раз, кстати, смешивание у нас сейчас будет цветов. я взяла вот такой вот зеленый цвет, сухая тоже пастель, она такой, можно сказать, травяной такой цвет, если взять поярче, то получается слишком такой прям ярко-салатовый, меня такой цвет не устроил. Вот немножко все-таки травяной лучше. ходить по дому осторожно. Да, да, мысли материализуются абсолютно все. О чем думать, то и будет. И вообще получается, во что верим, то и получаем. Дочь родилась 13-го, числа, внук 13-го, в понедельник, день рождения 13-го. И вообще, по сути, кто это придумал, что 13-е не счастливое? Вот кому-то голову с брелой, взяли так, брякнули, все, и остальные подхватили. Вот и все. Точно так же можно про любое число сказать. Так, вот видите, я тонирую и немножечко сверху подрастушевываю чистым местом салфетки, чтобы был плавный переход. Вот внизу потемнее, дальше посветлее. Вот таким образом. И получается довольно-таки зеленый, он такой насыщенный, а вместе с желтеньким он получается такой, как бы, салатовый отлив. Вмешивается, получается интересный оттеночек. Вот, а краешки растушевываются. Так, красим мы примерно где-то получается вот так же полукругом, как у нас идет лепесточек, серединку до середины лепесточка и чуть-чуть сверху растушевываем. кверху прям. Все равно наши победят. Конечно, обязательно победят. А как по-другому-то по-другому уже не может быть? темплиеров. это про пятницу тринадцатого? Ну, это, знаете, как, ну и получается совпадение. Там вот это вот такое было, и все решили, что несчастливый день пятницы тринадцатого. Я вот, допустим, не очень верю в гороскопы. Ну, что, ну, как может быть у каждого человека знаков зодиака всего двенадцать. Это получается у каждого двенадцатого в день одно и то же. Тут чушь полнейшая. Полнейшая. тонируем с обеих сторон одинаково. Также до серединки лепесточка. И растушевываем. Немножко видите, тон немножечко разный, ничего страшненького. Нам не нужно, чтобы было прямо одинаково, одинаково, один в один. Пускай у нас будут живые листочки настоящие. Да, индивидуальный гороскоп, который составлен вот прям секунда в секунду твоего рождения. Но это, если честно, умеют делать очень мало людей. Но тем гороскопом, который в интернете, конечно, верить точно не стоит. Так иногда почитать, посмеяться и все. еще можно все равно всю свою жизнь поменять абсолютно буквально только одними правильными мыслями, как говорится. Побольше позитивчика, некоторый здоровый пофигизм в жизни и будет все отлично. Вот, мы затонировали с обеих сторон. Так, все, я ручки обтираю, чтобы потом я там зелененького наверх особо не попала. И будем обрабатывать никакого утюга, все ручками. И тут минимум перетираний будет. так. Ой, работы не... Таня, я работы свои не считаю. Но если судя по фотографиям, которые выставляла, то это, наверное, за 600 она уже перевалила. И то я не все фотографировала еще. Так. Сейчас я на следующем покажу хорошенько, как это все делаю медленно. А то заговорилась, уже стала делать, как я делаю обычно, без пояснений. Так, вот смотрите, я беру лепесточек. Вот отсюда мы начинаем собирать гармошку. Вот прям с боковинки собираем меленькую такую гармошку. Получается гармошка у нас в одну сторону. Видите, как бы выгибается у нас лепесточек. Вот тут мы перетираем краешек сильно, а тут вот буквально вот один раз сделали, жамкнули. Это чисто, чтобы немножечко растушевать. И все. хорошо перетираем только самую верхушечку, больше не нужно. И расправляем. Вот у нас получается чашечка такая и снизу немножечко можно подогнуть, чтобы у нас низ тоже был загнутый. Вот получается вот такая загнутость. Чашка такая, ложка. тут тоже внизу. И вот таким образом делаем все лепесточки. И не нужно не пользоваться никакими бульками. Все естественно само загибается за счет того, что мы вот собирали в гармошку и перетирали вверху. У нас вот эта округлость получается автоматически. да, Светлана, мы вообще вот если честно, что хотим, то в жизни и получим. Главное правильно это сделать. Я вот например могу запланировать спокойно сколько допустим заработка у меня будет в следующем месяце. Делается каким образом? Вот поделюсь небольшими такими секретиками, как я это делаю. Берем, пишем на бумажке иную сумму. Конечно, чтобы сумма была ну не запредельная какая-то, а что вы знаете, что вы сможете ее заработать. пишем желательно красными чернилами какими-нибудь на бумажке. При этом можно что-нибудь от себя там поговорить, типа заговор сказать. Самое главное понимаете, ощущение вот этого представления, вот что это будет обязательно. и эту бумажку уложите в кошелек. Все. Еще есть классный способ, я его называю зарядить кошелек. Берете обыкновенный зарядник от телефона, кончик вот, который мы засовываем телефон, засовываем в тот отдел, где у нас бумажные денежки, денежки в кошельке должны быть обязательно. и говорим туда какие-нибудь слова, допустим, вот, сколько звезд на небе, сколько травы на земле, сколько капель в море, столько денег в моем кошелке. И дуем туда, вот, дуем прям с эмоциями. Вот. И засовываем этот, и оставляем, ну, я оставляю где-то, ну, на ночь. бывает днем ставлю так, часа через два уже срабатывает либо клиентки, либо долги кто-то отдал, либо еще что-то. Вот, очень классно работает. Но сразу говорю, заряжать вот такое только на растущем луне, на убывающей не работает. Нет, видите как, дело в том, что планы это планы. Нужно запланировать и отпустить ситуацию. И пускай там наверху сами решают, как это все делать и каким способом. Оно не так, чтобы пошли на улице и деньги нашли, вот, если вы хотите, а притягиваются, допустим, люди, которые вам нужны, клиенты. просто притягиваются какие-то возможности, мысли приходят нужные. Вот надо сделать вот так, вот так, вот так, все. так, ладно, мы разговариваем, ничего не делаем. Вот, лепеточки мы сделали, теперь нам нужно, пока мы еще тут не приклеили, подтонировать наш ствол, вот особенно вот тут вверху, чтобы не было резких переходов потом. Будем тонировать, вот так, как у меня тейп-лента светлая, я ее сначала подтонирую немножечко желтеньким, а потом зелененьким, чтобы получился вот таким же оттенком, как у меня лепесточки. Если у вас, допустим, темная-зеленая тейп-лента, то подтонируйте просто желтеньким сверху. Тогда у вас смешается и будет такой салатовый цвет. Красиво получилось, но еще пока ничего не получилось. Еще не доделали. Ну вот, если честно, я вам сразу говорю, нужно вот все, которые у вас вот то, что притягивает, нужно постоянно обновлять. Либо как-то подзарядить, обновить. Потому что, ну, они же тоже имеют свой срок, как говорится, годности. так, и зелененьким. Сверху подтонируем, не смешается и будет цвет тот, что мне нужно. нам. Да-да-да-да, будем заряжать. Ну, кстати, сейчас идет растущая луна. самое главное, знаете, в принципе, как работают вот эти все ритуалы. Мы, когда это все делаем, мы делаем с эмоциями. Тут даже не очень важны те слова, какие мы говорим. Самое главное, что мы при этом испытываем. мы отправляем посыл правильный, отпускаем ситуацию и она просто срабатывает. Это все. Вот, мне нравится заезжать имена. От новой луны до новой. Да нет, немножко побольше, где-то месяца три, наверное. Да, соль, кстати, очень хорошо притягивает всякий нелитильчик. Так, но я пока чуть-чуть оставлю, чтобы у меня подсохло, потому что сильно мочила кастель. Так, еще нам нужно немножечко обрезать вот низ у лепесточков, буквально вот самый-самый краешек. буквально получается наверное миллиметрика два-три мы всего обрезаем. Ну, о законе притяжения я могу наверное разговаривать вообще с утками, потому что я его изучаю недавно уже и причем все это применяю на практике. Так, так, еще не подсохло. Давайте тогда пока у меня тут высыхает, мы вырежем листочек, потому что тут нам осталось только приклеить лепестки и все, цветочек готов. А мы пока вырежем тогда листочек. А то на мокрое я не хочу приклеивать, чтобы потом не отвалилось. так. На листочек нам нужен простой зеленый померан. Вот я взяла темненький такого цвета. Можно взять в принципе любой и подтонировать так, как нужно. Так, ну вот смотрите, если вы хотите листочек, чтобы у вас был, вот он ширину у меня 10, 10 на почти 12. Отрезаем квадрат, вернее не квадрат, а прямоугольник. Вот я следующий сделаю немножко все-таки поменьше, чем был у меня предыдущий. Так, сейчас я вам скажу, сколько я отрезала. Тут 11, на 10. Да, видите, бликует, даже зеленый смотрит вообще каким-то серым. Но это просто темно-зеленый. Вот сейчас, когда мало, цвет более такой видно. Сворачиваем пополам и вырезаем листочек. вот получается, видите, мы тут вырезали узенько, видите, как бы крылышко получается вниз идет и потом закругляется и тут такой ровненький овальчик. и вот у нас получился вот такой листочек. Как бы листочек с ушками вниз, с попой такой. Вот. Теперь мы будем обрабатывать. Обрабатывать таким способом. Есть два способа. Так, берем зубочистку. Нет, астрологией я не занимаюсь. чем я занимаюсь, кто был у меня на странице ВКонтакте и те знают. Давайте об этом не будем, тут не относится к этому. Так. Делаем сначала прожилочку посерединке. Сильно надавливать не нужно, а делаем вообще чуть-чуть совсем, только чтобы себе наметить. И дальше у нас прожилочки идут от низа чуть-чуть выше вниз прожилочка идет. Вот как бы веером расходятся они у нас сначала до этого места вот с одного с одной точки как бы. И на другую сторону также рисуем. Не видно наверное будет. ну вот следите где я вожу тогда чтобы понятно было. И вот тут вверх пойдут уже повыше. для чего мы делаем прожилочки для того чтобы нам легче было потом обработать. Я буду обрабатывать с помощью зажигалки. Вы можете обрабатывать с помощью утюга. Вот утюг нагреваем сворачиваем. вот получается это у нас лицевая сторона будет там изнаночная сворачиваем именно вот на лицевую часть проводим зажигалкой чуть-чуть совсем и пальчиками прижимаем. Все у нас получилась такая прожилочка. Точно так же будем делать на утюге. загнули приложили вот этой изнаночной стороной к утюгу быстренько буквально на секундочку и пальчиками поприжали. Все разогнули обратно и получилась такая выемка. И таким же образом будем делать все вот эти полосочки какие мы сделали. Загибаем чуть-чуть нагреваем и вот просто обжимаем пальчиками. Все. И у нас получается сам листочек он такой рельефный. Так на бумаге нарисовать. Сейчас нарисуем так как обычно красной пастой. Так вот у меня листочек я его лучше обведу чтобы было удобнее. Немножко конечно кривовато введу но я думаю будет понятно все равно. Вот у нас получилась такая попка да можно сказать. Делаем прожилку посреди потом вот так идут из одной точки до середины три прожилочки делаем и тут прожилочки вот идут у нас кверху и очень удобно рисовать у меня рельефное покрытие такое ну вот так можно вот видно так ну я вот не знаю я вот делаю у меня потом ничего не мажется совсем ни на одежде нигде потому что я хорошенько растушевываю это все и тогда получается ничего потом не мажется можно покрыть немного лаком некоторые сбрызгивают лаком для волос так три точки капелькой моросы да есть несколько таких приспособлений как сделать такие капельки да можно сделать горячим клеем но в этом случае нужен очень прозрачный клей вот у нас вот такой не продается совсем прозрачный есть специальные гели есть называется жидкий жемчуг тоже хорошо единственное получается немножко некоторые секретики есть потому что не на каждом фоамиране эти капельки держатся чтобы последствия не отпали не отпадут точно из эпоксидной смолы и получается прозрачно немножко конечно нужно повозиться но зато эффект эпоксидная особенно ювелирная эпоксидная смола она получается у нее эффект 3D и вот обалденный результат видите как я быстро делаю раз 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 и листочек у меня уже готов теперь без прожилочек я еще сделаю вот такие вот насечки между где у меня широкие получились без зубочистки уже делаю просто вот сгибаю и нагреваю не до конца а вот ближе к серединке немножко такие дополнительные так очень хорошо что получается сейчас как раз у меня пока сохнет мы с вами листик сделаем листик делается очень быстро поэтому я его оставила на конец вот где видите что у вас широковато просто немножечко можно добавить мне вообще зажигалка очень нравится работать во-первых это можно сделать в любом месте как говорится сел телевизор смотреть и потихонечку сидишь себе обрабатываешь лепесточки так ну вот это рифление видите сделали получается в принципе довольно темновато наверное я не вижу видно более-менее видно рифление что какое у нас получилось и теперь сделаем по серединке осталось вот прожилочка по серединке тоже было и теперь истончим краешки я сразу покажу два способа истончения без зажигалки берем вот я использую кисточку для косметической вот тут у меня потому что задняя часть кисточки очень такая ровненькая и берем вот просто давим краешки очень хорошо истончается также можно делать с помощью зажигалки нагреваем краешек и как бы истираем немножко вот ну тут я уже начала тогда я уже сделаю уже кисточкой чтобы было одинаково потому что когда зажигалка получается немножко по-другому вообще по сути получается когда так истончаешь вот увидите краешек получается очень очень такой тоненький он получается немножко рельефный еще интересно вообще выходит так да нет бартером я особо не занимаюсь в основном продажами получается так да мария посмотрит посмотрите потом записи мы еще не всю красоту сделали вот краешки я сделаю получилось у меня все равно получится немножко будет отличаться теперь тут у меня обработана зажигалкой а тут вот истончила другим способом краешки очень такие тоненькие так теперь еще можно немножечко вот края вот так вот чуть-чуть совсем подрастянуть чтобы еще была дополнительно такая рифленность вот у нас получился вот такой рифленый листик в принципе его можно даже не тонировать так как он вот сам по себе вот этот именно цвет очень интересный но можно немножко добавить допустим оттеночек вот масляной пастелью вот говорили про какие все-таки пастели лучше вот для листиков я все-таки чаще использую масляную пастель вот я взяла видите такой вот он как бы он называется я не знаю 232 номер это он как бы с таким оливком и оттенком и немножко вот по этим загибам по нашим немножечко добавим живости проведем прямо по ним вот такие полосочки как бы слегка тут я вот делала я тут еще добавляла зеленый еще ну вот как-то слишком зеленовато мне кажется получается нужно все-таки потемнее чтобы было вот так с той стороны я ничего не буду делать так как мы тут обрабатывали зажигалкой получилось у меня вот эти переходы сами по себе образовались так теперь берем литончик и будем приклеивать на листочек литончик приклеим с обратной стороны тут точно не подойдет клеевой пистолет только секундный клей так как клеевым пистолетом вы не сможете так приклеить чтобы клей не торчало потому что очень тоненько в коем случае у меня так точно не получается так внизу загибаются края вот они вверху вверх немножко загибаются берете вот так прям оттягиваете вниз все и они будут смотреть вниз как нужно какие цвета да Людмила на красивые цветы ну больше всего конечно на розы розы это вообще привлегия но вот у меня синеголовника очень часто заказывают очень часто в сочетании именно с какими другими цветами очень хорошо идет потом вот вот те же экзотические да кстати я выставила в платных вот экзотика вообще очень хорошо уходит я многое не успеваю фотографировать бывает просто иногда вот погода не ахти это на мастер-классе когда делаешь да там фотографируешь без фотографии там не обойтись обязательно нужно а то иначе как поймут что буду делать вот приклеиваем просто видите я снизу подмазываю и пережимаю к самому листочку на некоторое время и приклеивается самое главное самому не приклеится еще космофен конечно обалденный клей он приклеивать сразу секундный приходится все-таки подольше ждать космофен он обалденный вот все я приклеила теперь мы немножечко кстати так интересно получился это эффект бархатный немного так сейчас мы возьмем кайп ленту и немножко утолщим нужно все-таки вот литончик сделать потолще а то он уж совсем у нас такой худенький так еще повторюсь кто еще не был на моих вебинарах я держу тейп ленту в мешочках с влажной салфеткой для того чтобы тейп лента не пересыхала и всегда хорошо клеилась вот я взяла тейп ленту я буду разрезать ее не буду а делаю целой немножко ниже подкручиваю немножко я закрутила и поднимаю до самого верха все и теперь спокойно можно крутить вниз за счет того что у нас тейп лента такая широкая у нас утолщается литончик и получается не такой уж жиденький не забывайте подтягивать тейп ленту чтобы клей из нее выходил выставках да нет никаких выставках я особо не участвую у нас как-то город почему-то вот не очень активный насчет этого у нас единственное какие-то ярмарки проводят на день города все так ну вот я сильно длинно мотать не буду так как я еще не знаю что я буду из него делать но такой длины мне точно хватит все у нас листочек готов осталось только вот если вы видите что тейп лента совпадает с цветом листика то тогда так можно оставить если нет то вот этой же пастыли которую мы тонировали немножко можно потонировать сам бетончик и так сейчас покажу спрашивали каким клеем я пользуюсь вот у меня вот такое в таких ведерках больших водно-дисперсионный лак по дереву полиакриловый обязательно чтобы был глянцевый вот он в таких банках это тот же клей для декупажа который идет просто он получается дешевле ирина очень хороша елена но если у вас они высохли берете их засовываете прям вот рулончик с тейп-лентой если она совсем высохла и она у вас обратно восстановится и вот этим лаком я покрываю листики вот просто кисточкой так там я покрывала изнаночную сторону тоже но на один раз только лицевую лучше сделать на два раза чтобы она была глянцевая такая так или тончик я буду покрывать тоже лаком в принципе нам осталось совсем чуть-чуть правда мы уже убежали даже немножко ну ничего я думаю организаторы уже привыкли потому что у меня постоянно убегает время больше чем нужно так или тончик тоже но я вот сначала тонирую одну сторону потом уже другую так ну пускай у нас стоит сохнет в принципе мы его приделывать все равно сегодня уже никуда не будем так кисточку я сразу кинула в кружку с водой чтобы не бегать не мыть ее это у меня такая пенопластовая подставка я сюда воткну листик и пускай он у меня сохнет так что нам осталось только приклеить лепесточки к цветочку и все и наш цветочек полностью готов приклеиваем самым обычным способом так как у нас 5 лепесточков у нас получится тут можете как сделать так кстати еще один вот когда мы обрабатывали бумагой все равно у нас немножко видите ездит поэтому нам нужно закрепить в самом верху вот прям клеем намазать и закрепить вот прям вплитык чтобы было тут приклеивается получается у нас и бумага и тейп-лента и все теперь уже никуда не денется так можете наметить видите тут мы будем приклеивать впритык к стволу можете сами наметить вот какое вам нужно чтоб ровненько было ой у меня даже уже приклеился один то что я намазывала клей остался он все окончательно приклеился встал уже сам на место видите как быстро цветочек сам себя клеит так я вот так вмокаю прям вот внутренней стороной в клей вот этот срез и с небольшим нахлёстиком получается нахлёстик буквально около сантиметра даже меньше сантиметра немного совсем делаю по кругу лист от клея не мокнет акриловый лак нужно чтобы блестел он акриловый есть он и должен акриловый блестеть нет бывает акриловый он бывает матовый бывает глянцевый еще так так я так и не поняла какой лист от клея мокнет не мокнет я покрывала лаком листик не клея он от лака наоборот он даже не деформируется нисколечко это же фоамиран он отлично держит форму он наоборот даже получается мы как бы лаком фиксируем еще дополнительно вот видите как быстренько раз раз все я все приклеила если вам кажется что слишком далеко туда отгибается немножечко отогните и тут подклейте лепусточек как раз прижали все вот у меня получилась еще одна кувшинка вот смотрите вроде шаблоны примерно я делала примерно одинаково полежала немножко отогнулся один лепесток вот и зерно получается немножко по-разному хотя делала по одним и тем же размерам немножко загнем совсем ровненько все так с каким материалом больше нравится работать по-разному потому что это абсолютно разные материалы береста фоамиран силикон это знаете как в какой момент что приспичит я всегда делаю то что я хочу вот сегодня я захотела одно все я делаю а то что я не хочу делать я не буду делать просто что страдает если мужа прилетает еще как порой порой приходится пока не встанешь не попробуешь она не отстанет так так что вот я не могу сказать чем больше мне нравится работать ну что я могу сегодня захотеть одно завтра другое вот смотрите даже два цветочка как хорошо смотрится вместе даже без листиков так что можно даже вот такие букетики делать из одних только кувшинок будет смотреться вообще классно вот сюда еще листик тоже хорошо листик хорошо на проволоке можно по-всякому по-всякому загибать вот ну все цветочки мы сделали теперь немножечко я расскажу про свои платные продукты так сейчас я открою баннер Татьяна очень хорошо вот видите все все успели Ирина да иногда я рисую допустим у меня дочка лучше если честно рисует чем я я в основном люблю увлекаться росписью именно вот двойной мазок двойным мазком хохлома гжель и тому подобное вот так давайте откроем мое предложение для того чтобы мне легче было объяснять что и как вживую я показывать не буду потому что много много этого нету у меня в наличии так ну вот смотрите комплект он такой интересный экзотика называется тут все из фоамирана различные такие цветы именно вот я специально подобрала такие комплекты никто такие мастер-классы не делает там случае я не видела тенеголовник да есть но он немножко все-таки другой вот вот эти вот шарообразные резные цветы это вообще я даже не знаю существуют они в природе или нет но это вот мне сама в голову пришло винилина мухоловка это вообще вот отличный такой подарок у меня вот в описании написано что начальнику можно еще подарить допустим свекровки если допустим кто-то хочет теще подарить с таким небольшим намеком но интересно получается знаете с подсковыркой такой подарок вот у меня специально кстати его заказывали именно для подарков начальнику вот соседка у меня девочка тоже рукодельница моя ученица вот она тоже сделала она работает в лесхозе подарила своему начальнику ну то с юмором все нормально поэтому он воспринял это очень хорошо вот и теперь получается он его кормит постоянно чем-нибудь хотя он искусственный вроде бы ну играется так как бы с ним вот так ну и как видите скидка тоже приличная 600 рублей это это что у нас получается сколько процентов 70-80 скидка очень большая следующий комплект это зефирный иранский фоамиран в этот раз я объединила такие интересные мастер-классы вот тут и гиперикум как сделать и гипсофилу это вот я делала из именно зефирного фоамирана и она получается вот такая она прям воздушная как настоящая вот это последний мастер-класс композиции из фоамирана в нем самое главное я рассказываю как правильно сбалансировать веточку и посадить ее на брошь для того чтобы она потом не крутилась на одежде чтобы центр тяжести был там где нужно вот еще инструкция прилагается к этому мастер-классу так же как тут сделать напыление для того чтобы было такой вот как бы небольшой эффект иния вот у меня эти веточки кстати с напылением заказывать постоянно я уже говорю что я не делаю копии приходится вот что-то изменять вот и ну и дальше идут бонусы вот такой комплект вернее мастер-класс как сделать вот такие смородинки тут листики как сделать как сделать сами ягодки они получаются такие прозрачненькие как все это собрать веточку вот я когда показывала презентацию я вам показывала работу ученицы вот именно по этому мастер-классу обалденная вот работа получилась и так же в качестве второго бонуса за покупку обоих комплектов идет вход в мою группу там у меня получается уже сейчас записи семи вебинаров и ну соответственно они будут конечно дополняться еще потому что у меня на каждый месяц запланирован не меньше трех выступлений вот они будут дополняться постоянно вот и получаете доступ в эту группу пожизненно не на один год как бывает не на месяц а навсегда так получается я так открывала у меня очень хорошо удобно оказывается так каких больше заказов на работ больше на заказ или подосновение знаете по-разному бывают бывают заказы одним другим и тут и тут я даже не успеваю вот а иногда бывает если честно от некоторых заказов я даже бывает отказываюсь если мне человек не нравится я не буду с ним работать понимаете вот если мне что-то не устроило в общении вот допустим через интернет мы что-то обсуждали мне не понравилось допустим как человек ко мне относится я не буду с ним работать просто так когда я сплю а по-разному бывает даже днем на полчасика заваливаюсь когда уже не выдерживаю просто и то на муза будет давай вставай хватит дрыхнуть иди работай ну я у нас в семье все трудоголики так что так сейчас я почитаю еще немножко вопросики отвечу и будем выбирать нашего победителя сегодня так городецкую роспись рисовали нет городецкую нет ну как-то не очень мне она нравится красиво да но там слишком много вот всяких вот как объяснить там условности как бы вот это надо именно так делать вот это так я люблю все-таки от себя больше так 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 спасибо всем за комплименты очень так приятненько кем я работаю кем я работаю кем я работаю я работаю получается вот вытворяю кто-то называет и говорят что я фея ну вот я феяч как говорится по полной вот так так ну вижу особых так вопросов больше таких нету вам сразу говорю что группа получается нам вот 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 сегодня вы были на моем выступлении видите как я выступаю сколько я всяких секретиков делюсь вот и получается понемножку в одном что-то расскажу в другом что-то расскажу вот и все это собрано в этой группе получается так сейчас я полистаю так пожалуйста пока немножечко не пишите чтобы у меня чат не убегал я хочу все-таки посмотреть вернее я уже в принципе выбрала у меня два претендента есть на как победителя вот я хочу еще просмотреть еще пролистаю немножко так так я говорю только девочки давайте сразу без обид кого я выберу того выберу сейчас найду ну я еще если честно еще смотрю я еще у меня довольно-таки неплохо развитая интуиция я ее всегда слушаюсь она мне всегда подсказывает вот надо вот так делать вот так делать это как раз касается вот то что я имею ввиду всех цветочков так 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 немножко подождите подождите чат убегает постоянно не успеваю пролистывать так так ну ладно все оглашаю победителя им становится Татьяна Кораблева так ага вы у меня даже есть товарищи уже есть друзья все вы мне пожалуйста напишите Таня Кораблева это у нас город городец родной город городец Лена можешь показать сразу на экранчик а как и страничку а как показать то поделиться экраном полноэкранный режим так хорошо да другой стороны вы можете написать и в данном случае все равно знаете тогда не будем ну да то если честно я тут запутаюсь ни разу не делаю этого так что незачем вот так что Татьяна вы мне напишите личку у меня тем более в друзьях есть вот и вы можете выбрать любой мастер-класс причем не из тех что представлены вот платно а из всех какие у меня есть вот ну мы сделали сегодня довольно-таки такое вот мне само этот цветок очень нравится вот на экране плохо он немножко блинноват все-таки а вот я потом фотографию сделали посмотрите ой кстати я тут знаете что забыла еще вот тут видите я немножко подтонировала низ чтобы переходик был такой более темнее от стебля вот в этом месте вот ну это уже сделайте потом сами получатся такие точки ну это мы разыграли так сразу вам говорю что я на каждом вебинаре сейчас буду вводить такую такие розыгрыши так что приходите ко мне на выступление каждый раз будет один победитель ну все я прощаюсь с вами у меня тут еще в экран оказывается телефон вот кстати видите подвеска из силикона я ее уже таскаю вот надо опять помыть его я имею ввиду что силикон очень практичный материал вот мы закончили всем спасибо за то что вы присутствовали уже язык устал у меня немножко разговаривать мы сегодня тем более опять убежали вот у меня кстати мама меня еще не наругалась за то что у меня постоянно вылазят слова паразиты вот и так все равно вылазят ну думаю это вам не мешает самое главное все-таки результат ну и смотрю у меня уже ручками машут уже провожают восклицательными знаками всем спокойной ночи до следующей встречи спасибо большое Лена за потрясающий мастер-класс так я слышу себя в эфире о все отлично спасибо большое Лен и да друзья мои спасибо говорим большими 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 буквами и кучей восклицательных знаков в чате Лену благодарим за интересный подробный мастер-класс и конечно же за те хитрости которыми она всегда делится вместе с вами также хочу сказать о том что предложение Елены Мерсановой находится по баннеру над чатом переходите по нему прямо сейчас оформяете заказ делаете заказ и затем соответственно получаете информацию где как что кого найти в данном случае вся информация естественно вам приходит на почту поэтому соответственно смотрите и обязательно вводите свои верные данные если вдруг у вас возникают вопросы по оплате оформяйте заказ и затем мы с вами связываемся и конечно же уже помогаем разобраться в вопросе оплаты также хочу сказать о том что для тех кто любит сохранять за собой скидки прямо сейчас оформяете заказ нажимаете на баннер на котором написано предложение Елены Мерсановой заказать и в ближайшие дни уже потом оплачиваете вообще оплачивать можно естественно конечно же до конца конференции но имейте ввиду что некоторые предложения некоторые бонусы они завершаются после того как заканчивается просмотр и доступ закрывается к вебинару который мы рассматриваем в данном случае это Елена Мерсанова так друзья мои я никак не могу понять по-моему у меня какое-то небольшое подвисание началось с интернета видимо и я вижу что небольшие прерывания есть напишите пожалуйста как мне слышно как мне видно не потеряли ли вы ни одного слова потому что если кому-то что-то будет непонятно при оформлении заказа то соответственно могут возникнуть сложности да и чтобы этого не было в любом случае вы можете писать как в службу поддержки письмо вернее электронной почты у вас имеется да так и конечно же можете оформлять заказ прямо сейчас а затем уже когда с вами свяжутся вы скажете какие сложности у вас возникают на сегодня друзья мои это все завтра мы вас снова ждем в вебинарной комнате по которой ссылка на которую придет к вам по почте а также будет размещена в наших группах поэтому не потеряйтесь в случае чего если у вас письма не приходит подписывайтесь на рассылку этой конференции видео подвисает да ясно не знаю с чем это связано было все хорошо но бывает тем не менее да что еще хочется сказать о том что если раз письма не приходит к вам подписывайтесь на данную конференцию да и затем должны по идее получать все замечательно если что-то возможно куда-то пропадают письма посмотрите в папке спам и напишите если там их тоже нет в службу поддержки для того чтобы разобраться с этим вопросом договорились друзья запись данного вебинара будет доступна вам до 18 часов по московскому времени завтрашнего дня в 19 часов мы снова откроем двери этой вебинарной комнаты для того чтобы вы могли изучать сразу два мастер-класса все это будет завтра на сегодня мы завершаем с вами была онлайн ярмарка красота рукодельная Ирина Соколова до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...